Денди! Денди! Мы все любим Денди! 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 Играют все! Привет, ребята! Я уже начинаю, честно говоря, путаться, но, по-моему, в эфире уже седьмой выпуск программы «Денди. Новая реальность». За ту неделю, что мы с вами не виделись, я с большим удовольствием играл на своих приставках, читал всякую литературу и, конечно же, ваши письма. Письм огромное количество. Спасибо большое всем. Мы вместе с Денди приглашаем вас в мир новой реальности, в мир компьютерных игр. Подробный отчет о встрече и передаче «Денди. Новая реальность» со своими поклонниками в нашей следующей программе. А сейчас пора браться за насущное. А насущное — это что? Насущное — это картриджи, это приставки и это ваши письма. Очень большое спасибо Озерову Сергею, который написал нам вот такое красивое письмо, украсил его различными рисунками и фломастерами и стишок. В конце вот стишок, например. Стишок звучит так. «Смотрел в субботу одну передачу, из-за нее не поехал на дачу. Про Денди, про Сегу рассказ не вели, и много хорошего все в ней нашли. В ней много всего раскрывается, и Денди она называется». Спасибо большое за стихотворение. Как стало доброй традицией, каждая программа начинается со стихов. Вот такое у нас романтическое начало. Ну а рассказы у нас будут по-прежнему интересные. Начнем мы с восьмибитных приставок, вернее, игр для них. Настолько велико многообразие картриджей в торговой сети Денди, что возьми любые и не ошибешься. Вот, пожалуйста, мне попалось два картриджа. Мы о них еще не рассказывали. И они появились в продаже не так давно. Первый называется «Адамс Пенелы». На русский язык название этой игры переводится как «Семья Адамса». Вы, наверное, привыкли уже к тому, что много игр создается по мотивам того или иного фильма или мультфильма. Вот и «Семья Адамсов» не стала исключением. Есть такой очень смешной, я бы даже сказал, такой замороченный фильм с таким же названием. Давайте посмотрим для начала маленький отрывок из этой картины. У меня мурашки по коже, да, я чувствую. Крики по ночам. Это может означать только одно. Фестер дома. Крики по ночам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завтрак. Прекрасно, что ты вернулся. Пошли. Два из трех. Вот такая вот жутковатая семейка вампиров, но на самом деле там все друг к другу очень нежно относятся. Этот фильм сатира, пародия, философская притча, что хотите. Но, конечно, игра на 8-битной приставке тратила при переводе на этот формат и философию, и глубину, и даже, может быть, доброту. Это просто такая страшилка-бродилка. Давайте посмотрим. Адамс Фэмили для 8-битной приставки. Фирма Ocean, создательность этой игры, вновь купила права в установку смешной и остроумной игры, которая несколько выходит за пределы обыденности. Программистам компании прекрасно удалось передать атмосферу причудливой смеси мрачной готики и забубенного веселья с явными признаками сдвинутости по фазе. Мортиция, один из членов вашей семьи, похищена какими-то злыми карликами. Похитители не могут далеко убежать, и поэтому прячут ее где-то в доме. Бедняжка-мортиция дрожит от страха в темном углу, окруженная ужасными бандитами. И Гомес, вот этот вот юноша, и, соответственно, вы, должен преодолеть самые безумные и невероятные опасности, чтобы спасти дорогую кузину. Прежде всего нужно попасть в дом, ключ от которого, как назло, куда-то запропастился. Поэтому сначала придется как следует побегать вокруг, пока вожделенный ключ не отыщется. При этом, кроме обычных опасностей, типа темных бездонных провалов, вам придется сражаться с хищными зубастыми цветами, головами мертвецов, проходить через кладбище, где полно проведений, и тому подобное. Семья Адамсов, на наш взгляд, не уступает таким признанным хитам, как Утина История и Бэтмен. Восьмибитная ее сущность использована почти на сто процентов. Кстати, никто точно не знает, насколько эффективно работает электроника в той или иной игре. Конечно, создатели стараются загрузить процессор как можно больше работой, но вот что у них получается, это секреты мастерства. Ну, а здесь все понятно. Принцип платформы, задача не погибнуть от укусов вампиров, ударов люстр, падающих с потолка прямо на голову и вездесущих скелетов. Ну, тем из вас, кому нравится фильм, игра, наверное, это не понравится. Так как я почти уверен, что никто из вас фильмы не смотрел, и это вовсе не обязательно, покупайте картридж Эдамс Фэмили и вперед, странный дом, странные семейства со своими странными отношениями и причудами. Второй картридж для восемьбитной приставки, вот этот я выбрал для вас сегодня, называется он Mission Impossible. Mission Impossible переводится на русский язык как «невыполнимое задание», но в действительности для героев этой игры любое задание выполнимое, как и для всех героев всех игр. В конце концов, при терпении, упорстве и некоторой доле сообразительности и реакции пройти можно любую игру. Посмотрим, как вы справитесь с этой. Давайте посмотрим, что это за игра. Та же платформа, только со стрельбой. Идея суперконтры живет и побеждает. В нашей терминологии эту игру называют «стрелялка-убивалка». Правда, не такая тупая и понятная, как «контра», а с элементами интеллектуальности. Иначе говоря, с претензией на умность. Как вам, например, понравится возможность менять свою личность, переклеивая свои фотографии на документы, чтобы нестесущие враги не догадались, кто пожаловал к ним в кости. А врагов здесь хватает. Благо, разнообразное оружие помогает бороться с ними довольно эффективно. Но, честно говоря, название игры полностью соответствует содержанию. Великолепная, кстати, идея привлечь игроков назвать игру заведомо провокационно. Невыполнимое задание, непобедимые монстры, непроходимый лес и так далее, тому подобное. Представляете, вы — профессиональный игрок, прошли все игры, которые попадали вам в руки, и вот на прилавке прямой вызов вашему таланту. Игра с дразнящим названием, вызывающей как бы издевающиеся над вами. Невыполнимое задание. «Как это так?» — возмущаетесь вы. «Да я? Да кто? Да сейчас я всех тут завалю. Кто на меня?» И покупаете картридж, а вот тут и станет понятно, какая вам цена как игроку. Или вы соглашаетесь с названием и остаетесь в дураках, или проходите игру и кричите на весь дом, как включат все игроки мира. Есть у них такой клич, который издают они в моменты торжества. Клич так звучит. «Ес! Ес! Ес!» Позаимствованный из популярного фильма «Один дома», он стал расхожим способом демонстрировать свой триумф. Давайте немного понаблюдаем за игрой, а особо крутые сделают для себя выбор, играть или не играть. Хотя между нами игроками думают тут особенно мечи. Итак, это была игра «Невозможное невыполнимое задание» для возникновительной приставки «Деньги». Тоже есть в продаже, хоть сегодня приезжайте после обеда и сможете купить. Но это для специфического круга игроков. Это нечто похожее на контру, на всевозможные модификации. И те, кто любит нажимать кнопку «А» все время для того, чтобы стрелять, вот эта игра как раздательная. Ну вот, это все по 8-битным играм. А 16-битные у нас сегодня в списке вот какие. Первая игра «Battle Toad». Это та игра, о которой в прошлый раз мы чуть-чуть рассказали в нашей рубрике «Секретов». А сегодня по многочисленным просьбам и по письмам мы расскажем о ней поподробнее. «Battle Toad» — это переводится как «Боевые жабы». Ну, трудно себе представить, что жабу можно любить, к жабе можно относиться тепло и, так сказать, привязанностью. Но авторы игры каким-то образом умудрились сделать из жабы привлекательное существо, да еще наделить ее невероятными боевыми способностями. Все это в картридже «Battle Toad». Для черепашек-ниндзя настали горькие времена. Раньше ведь они единственные из тварей ползающих и плавающих были любимцы этих тварей всех стран. А сегодня — подвиньтесь, ребята, кумиры другие. Из дубин болот и луж вылезли на свет божий жабы. Вылезли и прочно заняли свои первые места на приставках всех форматов. На Сеге, конечно, лучше, чем на восьмибитке. Марсианские пейзажи с агрессивными свиньями. Вот в таких вот невыносимых условиях приходится работать с бедолагом. Но недаром их зовут «Боевыми жабами». Не страшно ничего, все по плечу. Ах, если б вы знали, дорогие мои, как эта игра выглядит на приставке Super Nintendo. Как? Вы ничего не слышали про эту приставку? Ну да, конечно. О ней мы расскажем в наших следующих программах. А пока посмотрим, на что гораздо Сега. Battle Toads. Батт, б hatт. Батт. 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 Боевые жабы Продажа в торговой сети Дэнзи Как положено, все естественно Красивая коробка, описание Открываете описание А там все на японском языке Но ничего, разберетесь, это не так сложно Я вообще не знаю, для кого пишут эти описания У меня есть очень много друзей Мальчишек лет 10-12 У меня есть сына самого Так вот, им эти описания не нужны совершенно Они просто берут карпидж, вынимают из коробки Не глядя, вот так Дрожащими руками Там описание остается, все вставляется И все понимают с первого кадра Не знаю, я такой способности лишен Может быть, все наши зрители такие способные, талантливые Не знаю Я всегда сначала прочитаю описание Ну, если, конечно, не на японском языке А потом уже начинаю играть Чтобы все было чин-чинарем Ну, такой немножко взрослый подход Я думаю, что вы мне его простите Итак, на повестке дня вторая игра для 16-битной приставки И на сегодня я, кажется, приготовил ее для вас Вот здесь Ага, вот она, да-да-да-да Игра это называется Приключения двух таких парней непонятной формы Одного зовут Тоу Джем Второго зовут Эрл Такие вот непроизносимые на русском языке совершенно имена Это любимые герои американской детворы Паника на фанкатроне Так называется эта серия приключений любимцев американцев Фанкатрон-планета, которая... А что я вам рассказываю? Давайте мы вставим картридж Вы будете смотреть, а я буду рассказывать Паника на фанкатроне Поехали Для полного понимания идеологии этой игры Несколько вводных данных Название планеты фанкатрон Не просто фантазии авторов Корень слова фанк Это такой музыкальный стиль Который очень трудно определить словами Ну, вот, пожалуй, так Расхристанный диско-рэп Эдкий, знаете, разгуляй, напевай Тра-ля-ля, ля-ля-ля-ля Стиль довольно популярный на Западе Правда, достаточно сложный для восприятия подростков Наших, по крайней мере Так вот и игра, на мой взгляд, сделана фанатиками Этого музыкального направления Тут вообще фанатики работали кругом Такой графики и мультипликации Я не видел еще нигде А сколько непередаваемого юмора В этой игрушке Посмотрите, на кого похожи эти милые уроды Одержимые идеей спасти свою родную планету От сумасшедших землян Похожи они на двух подростков С нашей с вами планеты Из нашей с вами жизни Один тощий в очках Другой толстый, но очень красивый парнишек Оба в немыслимо-неопрятной одежде В кроссовках, заклеенных скотчем Чтобы не развалились И оба крайне разболтаны Узнаете, парни? Это вы! А когда берешь в руки джойстик И начинаешь управлять жизнью этих ребят То и вовсе сливаешься с ними Единое целое К недостаткам игры я бы лично отнес то, что вовсе недостатком не является Много в игрушке английских надписей Причем ничего важного там не пишут А просто прикалываются на всю катушку И даже пишут такие слова Которые американским подросткам в школе говорить нельзя Так что этот юмористический момент ускользает от взора неучи Которым лень открыть словарик и поинтересоваться Поставить игру на паузу Что это они такое сказали, а? Глядишь и блеснете в школе этаким словечком Что никто не поймет, а учительница английского языка Сначала покраснеет А уж потом поведет вас к директору Вот это будет паника Но уже не на фонкотроне На мой взгляд, из 16-битных игр Это паника на фонкотроне И по музыке, и по графике, по цвету Ну вы сами видели Одна из лучших Сегодня в нашей электронной лотерее На мой взгляд, очень серьезный приз Да-да, это самая популярная на сегодняшний день Игра Street Fighter 2 Champion Edition Аккуратно Краюшком картриджа Я нажимаю кнопку Enter И даю компьютеру команду Начать перемешивать ваши фамилии и адреса Дадим компьютеру подумать секунд 20-30 А пока напомню вам, что фамилия счастливца Который получит этот картридж в результате нашей лотереи Исключается из списка дальнейшей лотереи И переводится совсем в другой список Напомню, что где-то ближе к концу года Мы разыграем мечту любого игрока Игровую приставку Panasonic 3DO Ну а сейчас я думаю, компьютеру достаточно было времени, чтобы подумать И я нажимаю кнопку Enter Внимание! Моисеев В.А. Ленинградская область, город Пушкин, улица Шишкова, дом 20, квартира 8 Ты Моисеев, теперь не просто Моисеев А обладатель картриджа Street Fighter 2 Наши поздравления Узнаёте в парне? Узнаю Денис Панов Наш компьютерный гений, который помогает нам с всякими проблемами, которые у вас возникают с играми Скажи, ты много писем читаешь, да? Да, много Ну а что тебя радует? Вот есть такие писем, которые тебе просто приятно читать? Как это называется? А тебе лично пишут? Тебе лично пишут, пишут и в основном вопросы задают, как в той или иной игре пройти и какую-нибудь там миссию Я стараюсь отвечать на них То есть в тебя зрители поверили? Ну слава богу В прошлый раз отдавайте письма, все в порядке Ты сумел заприняться? Ну давай напомним, я даже эти письма не читал, это все получил прийти Чего просят? Как пройти второй уровень в Тинни-Туне? Тинни-Тун, да, второй уровень? Ага, это я... Пишет Маренкова, Ксения, Москва Слушай, я все расскажу Сейчас расскажем Так Потом Соник 2, как забить последнего главного или победить? Профессор Работника Профессор Работника Кто пишет? Пишет нам... Свижба Свижба Георгий Георгий Ответим Ну, начнем с игры Тинни-Тун Как мне сказал Денис, удобнее всего проходить этот уровень, превратившись вот в такую вот собаку Он обладает способностью кружить огненным вихрем и довольно эффективно сметаться со своей дороги всех своих врагов Хоть и собака, а морковки есть Голубые шарики обязательно нужно собирать В них прячутся секреты Ну, Денис решил не собирать этот шарик, потому что он и так довольно ловко играет Посмотрите, как быстро и довольно просто он пройдет этот уровень Субтитры создавал DimaTorzok Вот так быстро и весел Денис прошел второй уровень Георгий Тинни-Тун А это уже Соник 2 Толстый дядька в потяжках И есть тот самый доктор-работник Который всю игру Насылал на Соника Всяких своих железных слуг Теперь он сам испугался драться с ежиком И облачился вот в такую железную броню Но, как вы видите, несколько точных ударов Особенно хорошо в спину Вот когда вы бьете в спину работника Он уже ничего не может сделать Он должен взлететь, в воздухе перевернуться И потом предстать перед Соником Но уже лицом вперед Два-три удара и все А сейчас специальный подарок от Дениса И нашей программы Вы увидите то, чего никогда наверняка еще не видели Ну, кроме тех, кто прошел эту игру Этот мультфильм Награда за упорство и терпение В прохождении многочисленных сложнейших уровней Соника 2 Вы сейчас его смотрите благодаря нам Попробуйте добиться его сами Вот таким образом мы с Денисом и решаем все ваши проблемы Которые накапливаются за игру Вот нашел интересное письмецо Тоже с вопросом? Да Понимаешь, Денис, я бы с радостью Но время нашей передачи, как вы понимаете, не резиновое Поэтому и на этот вопрос И на все остальные, которые ты в поиске найдешь В следующей программе Ладно? Договорились Пока, спасибо Пока Это был Денис Панов Ваш добрый помощник и компьютерный гений Давайте немножко поговорим о ваших письмах Неизвестный корреспондент пишет мне Бытует такое мнение, что эти игры очень сильно сажают цвета телевизоров Цвета пускнеют, облёкнут Правда ли это? И если правда, то можно ли этого избежать как-то? Или уж в крайнем случае, как можно исправить настроить цвета сами? Чтобы каждый раз не вызывать мастер Ну, во-первых, настроить цвета на телевизоре может каждый человек Для этого не надо вызывать мастер Надо просто покрутить ручку настройки Контраста, яркости и цветности Во-вторых, я уже говорил об этом Что изображение, которое получает телевизор из приставки Полностью соответствует телевизионному сигналу Который передается с Артанкинской башни То есть полностью соответствует любой телевизионной передаче Единственное что Если вы устали играть в игру Или хотите передохнуть Или подумать, как идти дальше в каком-то уровне И нажали паузу Вот в этот момент Обязательно выключите свой телевизор Приставку выключать не нужно Иначе игру придётся начинать сначала А вот телевизор выключить нужно обязательно Статичное изображение, неподвижное Где ничего не происходит Действительно портит вашу трубку Поэтому во всём мире рекомендуется Во время режима паузы телевизор всё-таки выключает Это понятно, да? Далее Вот такое немножко грустное письмо мне пришло Дорогая передача и, конечно, ведущий Пришлите мне Сегу Мне очень одиноко одному Прошу вас, пожалуйста Я не буду называть фамилию и имени человека, который это написал Чтобы мне было обидно Вот дальше что написано Родители говорят, что слишком дорого И у нас едва хватает на продукты Я всё лето работал в школе Чтобы накопить денег на Сегу Но родители сказали, что деньги, которые я заработал, они возьмут себе И сказали, что Сега мне абсолютно не нужна Мне кажется, родители этого мальчика поступили не очень правильно Потому что, действительно, у человека есть мечта Он делает для неё всё, что может Он работал всё лето, зарабатывал деньги И вдруг родители забирают их себе и говорят Никакой тебе Сеги Деньги пойдут на хозяйство Я бы так лично не сделал А я лучше возьму и объявлю итоги нашего очередного хит-парада Итак, хит-парад программы Дэнди. Новая реальность И только 8-битный картридж На пятом месте Маленькие братья-ниндзя Великолепная игра Сюжет и графика Супер Спай Хантер Потрясающие гонки по неведомым автострадам Флинстоуны На третьем месте На втором месте игра Тинни-Тун Неумирающая веселуха И, наконец, на первом месте Знаменитые легендарные черепашки-ниндзя Ну что, понравилось? Мне понравилось До встречи в следующую субботу Пока Производство рекламных роликов Размещение в любом телевизионном эфире По самым низким ценам 40 видео Телефон и факс 255-887 Поручите вашу рекламу профессионалам Любые игровые видеоприставки Фирменный сервис И надежные гарантии в магазинах Дэнди Красная пресс на 34 Петровка 12 Переход метро Театральная Телефон 245-19-96 Дэнди Новая реальность Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова